С 9 марта в бичкекских школах будет прибавление. За парты, наконец-то сяду, также и ученики 2-го, 3-го и 4-го классов. Многое вернется на круги своя, как в доковидную эпоху. Уроки по 45 минут и никакого деления классов на группы. То есть, если в одном классе 40 учеников, все они будут сидеть в одном кабинете. В 13-й школе сегодня получили приказ из столичного управления образования. Учителя услышали новость на собрании. Педагоги рады. В здании тихо, как сейчас, уже не будет. Пока до 9 марта в начальной школе обучаются только первоклассники. Полы, парты, стены, батареи. Для встречи учеников 2-х, 3-х и 4-х классов нужно все подготовить. В воде хлорка. Как учиться в условиях соблюдения жестких антиковидных мер, уже знают. Максимальное количество учеников в классах 13-й школы – 45. Недавно, рассказывает в администрации, проводили анкетирование среди родителей учащихся. Большинство согласны на обучение своих детей в прежнем режиме. Мы традиционно обучаемся в две смены, поэтому мы будем учиться в две смены. Мы попросим чуть позже обязательства от родителей, что они действительно согласны, что они отпускают ребенка в школу. Если родители… Есть такие случаи в тех параллелях, которые были в третьей четверти. Если родители не будут пока отпускать ребенка, то мы будем давать задания онлайн. Требования к образовательным учреждениям – прежние. Классы нужно проветривать, дезинфицировать помещение. Родители должны обеспечить детей масками и антисептиками. Дезинфицирующие растворы имеются и во всех школах, говорят в управлении образования. Нагрузка ложится и на медсестер, в обязанности которых входит ежедневное проведение медобследования. Были даны рекомендации руководителям образовательных организаций составить расписание с учетом того, чтобы разделить детей на смены. Начальная школа будет обучаться теперь тоже в две смены, возможно в три смены, для того, чтобы не было скопления учащихся. Отметим, с середины марта школьники уйдут на каникулы. Смысл возвращения за парт у учеников 2-х, 3-х и 4-х классов на одну неделю в том, чтобы провести мониторинг, как дети смогут адаптироваться к 45-минутным урокам, посмотреть их посещаемость. Каждый день до 5 часов вечера результаты мониторинга все районы и центры образования будут сдавать в управление образования, добавила Анара Олимбекова. Важная новость и для родителей и ребятишек дошкольного возраста. С 9 марта возвращаются в детские сады воспитанники стажих и подготовительных групп. Но они все. Количество человек в одной группе ограничено. 10 и не больше. Заведующие детсадов пока готовят списки детей. Срок до 5 марта. Главный критерий отбора – если ребенка не с кем оставить дома, если его воспитывает только один родитель. Словом, кто действительно в этом нуждается? Заведующие детсадов несут за это ответственность. Так говорят в управлении образования. Там же будут проверять и данные детей. В управлении образования есть два специалиста, курирующих дошкольное образование. И эти специалисты будут держать на контроле все списки, которые будут поданы заведующими детских дошкольных образовательных организаций. В детских садах дети не обязаны носить маски, пояснили в департаменте госсанопеднадзора. А вот в отношении воспитателей это требование неизменно. Родителям пошли на встречу с учетом спада заболеваемости среди детей дошкольного и школьного возраста. К тому же они посещают различные заведения. Так что школы тем более можно посещать и нужно. Эту ответственность должны взять все, включая родителей, детей, учителей, воспитателей. И вообще общество, оно должно тоже относиться к этому очень ответственно. Потому что в данное время, вы сами знаете, у нас многие граждане уже перестали соблюдать все эти требования. Поэтому я, пользуясь случаем, хотела бы еще раз обратиться на это внимание, чтобы действительно продолжало соблюдаться все наши требования, о которых мы говорили. То есть носить маски, соблюдать дистанцию в полтора метра, соблюдать этикет кашля и чихания. Отметим, пик по заболеваемости коронавирусом среди детей был в ноябре. 320 случаев. В феврале 68.